Здравствуйте, это программа Коммунальный патруль. Меня зовут Андрей Дреер и смотрите в этом выпуске. Освобождайте квартиру или штраф 30 тысяч. Как далеко зашли чиновники в попытке закончить ремонт аварийного дома? Не курорт, но живут почти на море. Барнаульский дом топит годами. Очередной сюжет про дом на первой западной 47а. Можно уже и запутаться, сколько раз мы уже рассказывали про попытку ремонта предаварийного дома. В этот раз чиновники угрожают штрафами тем, кто отказывается пускать строителей к себе в дом. Мы поговорили с обеими сторонами. Смотрите очередную серию. Ремонт делают, потолки рушатся. На двухэтажке 49-го года постройки проводят капитальный ремонт по муниципальной программе. Жители возмущены. Здесь не до ремонта. Насносить, скорей снести. А жильцов переселить в другое место. Они не согласны с проведением капремонта в этом доме. Они заказывали свою экспертизу, которая признала строение непригодным и для ремонта, и для жизни. На данный момент износ конструкции дома 79%. Жилищная инспекция приезжала, осматривая дом, дала свое заключение, что дом находится в аварийном состоянии. Но оказывается, для нашего КЖКХ этого недостаточно. Вот даже я с рабочими говорила. Вот они тут делали по электричеству все. Да даже они сказали, да легче снести. В процессе ремонта штукатурка кусками летела с потолков. Так, в одну из квартир буквально появился прямой путь на чердак. Со своими ревизиями коммунальный патруль был на доме уже пять раз. За это время мы наблюдали все стадии ремонта разрушения. Осторожно, потолок падает. В доме на первой западной 47А начали рушить перекрытия. Уже несколько недель там продолжается капитальный ремонт дома, несмотря на то, что износ позволяет назвать его аварийным. Жители ходят по подъезду, как после бомбардировки, как бы чего не рухнуло. А когда провал вот настолько усилился? В эти выходные, в воскресенье на понедельник. А это из-за чего не понятно? Я как и не поняла. Сначала посыпалось, посыпалось, посыпалось. Я заходить начала, упал вот этот кирпич. Очередной выпал. Вот такой кирпич выпал оттуда? Да, там еще где-то один есть. Вот так выглядел этот провал на кухне Светланы несколько недель назад. Расширить его помогли рабочие, которые не обращают внимания на разрушения. Продолжают ремонтировать. Два мешка шлака вынесло. Два мешка? Два мусорных мешка. И продолжает сыпаться? И вот сегодня все сыпется и сыпется. Я боялась, что вообще все упадет. Упадет. Ну, пока так. Несмотря на все это, строители продолжают работать. В доме заменили балконы, опалубку, крыши и потолочные перекрытия. Но не везде. В четырех квартирах работников так и не пустили. Они сломают потолок, потому что весь строительный мусор, тот, который находится на крыше, им девать некуда. Им девать некуда, так как крыша уже закрытая. Они будут валить это все сюда. Кто будет это все дальше делать? Кто это будет этим заниматься ремонтом? Экспертиза, которую заказывал город, разрешила проводить ремонт. Поэтому устроить препятствия в работе, как посчитали в комитете по ЖКХ, незаконно. По словам жильцов, за то, что они не пустили строителей на порог, администрация города угрожает штрафами. Вот, например, со своей внучкой стоит Серафима Коробова. Инвалид второй группы, пережила несколько инсультов. Нам пришла бумажка о том, что мы должны запустить людей, якобы для замены каких-то там балок в потолке. Вот для этого. Из-за того, что человек в таком возрасте не может выехать, нам предписали вроде как штраф 30 тысяч рублей. Если мы не выехаем, то он будет ежемесячный. Евгения говорит, что запустить строителей мешает сразу несколько проблем. Во-первых, ее бабушку некуда заселить на время проведения работ. Во-вторых, это самое главное – бояться за квартиру. Вот даже видно, видите, просела опять. А сейчас они там опять начнут скакать. Вот это все делает, это все снимется, взять весь этот потолок. Куда это все девать, весь этот мусор. И вот мебель, куда это все перевозить. Вот они нас просят, чтобы мы предоставили доступ в жилье. Как? Я не знаю, пенсионер очень, во-первых, тяжело говорит. Я из-за этого за нее и говорю, потому что пережила два инсульта. У нее и рак, и катаракта один глаз не видит. И на тебе 80, ой, 30 тысяч штраф в месяц придумали. Это шокировало, это еще и давление опять теперь скочит. Эти шумы без конца и края. Я не знаю, я сама медработник, и очень сильно переживаю. У меня нету родителей, они у меня умерли. У меня осталась она одна, и она мне очень дорога. И они не одни такие. Жители подали иск в суд, не хотят, чтобы их запугивали штрафами. В профильном комитете тоже ждут решения суда и объясняют, о штрафах речи не шло. Комитет жилищно-коммунального хозяйства обратился в суд на жителей четырех квартир с требованиями не выплатить нам неустойку какую-либо. Вопрос заключается в том, чтобы данные собственники помещения в указанном доме обеспечили допуск подрядной организации для выполнения работ по замене перекрытий в указанных квартирах. Поэтому мы пошли только с одной целью – обеспечить безопасность людей, которые проживают в указанных квартирах. Так как состояние перекрытий в данных квартирах является неудовлетворительным и требует его замены. К сожалению, несмотря на неоднократные выходы, в том числе со службой судебных приставов исполнителей к данным гражданам, данные граждане изъявили отказ на предмет допуска подрядчика на выполнение указанных работ. Но некоторые не хотят или не могут освободить жилплощадь для ремонта. Общественники, которые поддерживают жителей, говорят, что это и не нужно. По факту перекрытия здесь менять уже бесполезно. То есть любые воздействия на перекрытие могут привести к плачевным состояниям. Когда начался ремонт этого дома, жители шесть раз вызывали МЧС. И шесть раз МЧС приезжало, но, к сожалению, никаких мер на тот момент не было принято. Свою экспертизу проводит и МЧС, которых многократно вызывали на этот дом. А межведомственная комиссия заказала еще одну, уже вторую экспертизу. На все поставленные вопросы, когда экспорт ответы даст, мы это рассмотрим на заседании комиссии. Члены комиссии будут уже путем голосования принимать решения о техническом состоянии указанного строения и дальнейшей возможной его судьбе. У нас на сегодняшний день имеется судебное решение об обязании комитета выполнить капитальный ремонт. И это судебное решение на сегодняшний день исполняется. В связи с тем, что подрядчикам на сегодня допущено уже нарушение сроков исполнения муниципального контракта, он будет привлечен к тем штрафным санкциям, которые установлены контрактом. Поэтому мы сегодня исполняем требования действующего законодательства и работаем в соответствии с ним. То есть пока, по словам чиновников, у жителей нет оснований рассчитывать на расселение. Они сами когда-то добивались через суд ремонта и добились. И хотя годы спустя, но пожинают плоды своей борьбы. Теперь они ждут нового решения. И если суд оставит жителей в этом доме, тогда у них все же останется еще один вопрос по качеству самого ремонта. Один из барновельских домов топит уже на протяжении пяти лет. Все началось с простого. Пришла новая управляющая компания. Она делать ничего не собирается и выход для жильцов один. Самим затопить инстанции своими жалобами. Я могу выдать сапоги. 41-й у меня только. Без сапог в подвал этого дома никак не попасть. Но 41-й оператору не подходит. Так что погружаться вслед за жительницей не будем. Вот такая вот вода. Вот. Ну и все там дальше у нас вода. И так до четвертого подъезда. И видимо течь вода была, знаете, где-то в районе третьего, четвертого подъезда. Вода в подвале – это повышенная влажность в доме, неприятный запах в подъездах и опасность для строительных конструкций. Последнее справедливо, только если воду не откачивают периодически и годами. А жители уверяют – это именно их случай. А вот как у нас, наверное, уже лет пять, как вот ЖКО Петровское пришло к нам, так вот и началось, типа, грунтовые воды у вас, там ничего не сделаешь. Они нам и сбрасывали воду сколько раз, я не знаю, откуда она там течет у них, из каких кранов. Вот. Ну, в общем, грунтовые воды. Я вот 28 лет живу в этом доме, у нас было ЖО-10, был свой дом, и такого вопроса никогда не было, что у нас там грунтовые воды. Подвал тупит часто, а к моменту, когда мы приехали, вода стояла уже две недели. Правда, как утверждают жители, инженер управляющей компании проблемное место навещает. Приходил он, конечно, и перед приездом съемочной группы. Вопрос – как сделать так, чтобы эти визиты еще и помогали устранить проблему? В первую очередь, нужно не только звонить в диспетчерскую, потому что звонки это одно, а обязательно подавать письменную претензию. Если после этого никаких действий не предпринято, нужно подавать жалобу в жилищную инспекцию Алтайского края. Сейчас, конечно, у нас в связи с эпидемиологической обстановкой проверки приостановлены, но в любом случае жилищная инспекция затребует, обяжет их дать объяснение и принять какие-либо меры. Кроме того, рекомендую жителям обращаться в прокуратуру, так как прокуратура – надзорный орган. Это если ответ жилищной инспекции не устраивает, все-таки бездействие принято, тогда нужно подавать в прокуратуру. Еще одно главное условие – подавать жалобы, желательно коллективно. Жалоба одного имеет меньший вес. И, конечно, еще лучший выход – затопить инстанции заявлениями. Тогда и с вашими подтоплениями смогут помочь. Оставляйте ваши заявки любым удобным способом. Звоните по номеру телефона, обращайтесь на сайт. Мы расскажем о вашей проблеме. Возможно, это поможет в ее решении. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова